В Люберцах стартовал открытый областной турнир по фехтованию на рапирах. Более 450 участников из 16 регионов России будут сражаться за звание лучших на протяжении 4 дней. Как прошел первый, узнали мои коллеги. Люберецкая рапира в городском округе проходит уже шестой раз. Девушек и юношей ждут 4 соревновательных дня. В первый на площадку физкультурно-оздоровительного комплекса вышли 174 юные спортсменки со всей России. Они сражались в возрастной категории до 12 лет. Он стал уже традиционным. Проводим среди двух возрастов. На этом турнире, на данном, очень большая география присутствия регионов. У нас участвуют 16 регионов России и плюс Республика Беларусь. Призеры будут награждены дипломами, медалями. Победители будут награждены кубками. Основные качества, которые развивает фехтование – ловкость, выносливость и скорость. Люберцы на открытом турнире представляли шесть спортсменок. Среди них Ева Ваганова. Она посвятила фехтованию больше пяти лет и становилась победителем и призером международных и областных соревнований. Свой первый бой закончила победой. С таким результатом хочет дойти до конца соревнований. Я начинаю действовать по ходу боя. Смотрю за соперником, изучаю его, что с ним надо будет делать, как его победить. Я уверена в своей подготовке. Мы занимаемся пять раз в неделю. И я делаю то, что люблю. Победителей турнира определяют каждый соревновательный день. Закрытие Люберецкой рапиры состоится 22 сентября. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Люберецкое телевидение.